Все. Отлично. Страшно. Итак, так, коллеги, уважаемые, у нас мало времени. Итак, мы здесь мало времени. Отлично. У нас мало… Алексей… Алексей Николаевич, пожалуйста, помогите. Поймите, маленькие коллеги. Итак, он заходит, мы все дружно кричим, поздравляем, улыбочки, проснулись. И потом вместе мы будем шампать. Итак. Страшно. Анатолий Германович. И… С днем рождения! И… Поздравляем! Поздравляем! Перестаньте. Друзья, перестаньте. Не отмечаю я это. Вы не правы, вы не правы, Анатолий Германович. Юбилей. Это раньше. Не знаю, потом уже сколько угодно. Вы как учителю года зажали, так что давайте отметим. Анатолий Германович, мы вами гордимся. И поздравляем вас. С днем рождения вас. Анатолий Германович. С днем рождения, Анатолий Германович. С днем рождения вас. Анатолий Германович. Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо. Слышь, нет. Ты гонщица, поняла, где новый чувак? Обещала, что придет офигенный чувак. Четверть началась, одни уроды вокруг. Анатолий Германович. Ведет. Когда придет-то? Нет. Что вы в начале четверти здесь делаете? А что говорила, что типа он из элитной школы, да? Из элитной. Что псих, короче. А что будешь покупать? Колу и шоколадку можно? Колу и шоколадку? Да. Вер, ты че? С твоей жопой тебе надо переставать жрать шоколадки. Смешно. Девчоночки, подминулись. А чего ты грубишь? Подминулись, подминулись. Эй, алло. Четыре бутылки пива. Слушай, ну мы в очереди стоим. Оп, молодежка я пошла. Да, а ты, короче, не дорос, да? Знаешь, ты говоришь, что я не дорос. А ты и так не дорос. Давайте быстрее холодно. У меня-то дорос здесь от некоторых. Да быстрее давайте, блин, холодно. Потерпишь. А это ты новенький. Здесь будешь сидеть? Илья. Миша. Тут кто сидит? Тут никто, садись. Мне не надо никто. Тут кто? Тут химик, дымовуху делает. А там кто? А там звезда. В общем, я не знаю кто. Привет. А с тобой кто сидит? А со мной никто. Никто? Не возражаешь? Да нет. Привет. А это наша Верочка. Для меня нет. Чё ты с ней здороваешься? Она молчит. Ну? Слушай, ты из какой школы? Тебе какое дело? Они говорят, круто, а? Школа как школа. Придурков мало. Ну а чё ушёл? Ну что придурок? Звезда. Отстой. Вера, от слова врач. Это Несы. Тебя как зовут? Да я Несу. Дима. Не, Алёха. Слышу, у вас на классике прикольные телки есть? Есть. Олька Будилова. Ну такая, в коричневой дублёнке. Узна я такой. Ты ещё в нём с цветами был? А, Юрка что ли, Шишкова? Чё в ней прикольного-то? Она бомба бросила. Хорош, серьёзно? Здрасте, Анатолий Германович. С днём рождения. Так. Оба за мной. Анатолий Германович. Только не надо родителям звонить, пожалуйста. Шутов. Я. У меня у вас целое досье. Ну я же личность. Личность? Ничтожество вы. Личность не станет спаивать младших. Он сам. Чё ты молотишь? Скажи, что ты сам. А вам, Горяев, я сегодня вашим родителям обязательно позвоню. Не надо родителям, пожалуйста, Анатолий Германович. Они и сами знают, что с тобой. А может, мы и позвоните? Не позвоните, а позвоните. Это во-первых. Во-вторых, бесполезно. Мы с тобой знаешь что? На экзаменах поговорим. Ты, кажется, собрался на исторический. Может, я не собираюсь. Ну и правильно, Шутов. Потому что историк не станет сосать пиво во время урока истории. А я разлюбил историю. Не хочу быть как вы. А у тебя и не получится. Простите, пожалуйста, Анатолий Германович. Я больше не буду. Так, идите на уроки. Мы потом поговорим. У вас какая должность, Светлана Викторовна? У меня? Да. Секретарь. А я думал, бармен. И почему вы здесь работаете? Это ведь не ваше призвание. Ну так а я что? У вас же юбилей, мы стараемся. Да при чем здесь мой юбилей? Если вы хотите выпить, выпейте же. Только не забудьте, пожалуйста, заполнить ведомости. Придешь за добавкой. Мама, ну не надо. Слышь, Радовь, давай быстрей, потом решите. Мне добавки не растянуты. Что, послушные? Остался только рассудник. Еще бы. Давайте. Чись, Дашуля. Мне без картошки. Чего ты здесь? Лёвик, ну чё так? Эй, Алё, мне без картошки. Спасибо. – Приятного аппетита. – Приятного аппетита. Да, кушай, мой хороший. – Бать, к котлетку хочешь? – К котлетку ему, конечно. Чё, девчонки, к вам новенькие? – Он отстой, да? – Овощей какой. – Точно? – Королёв праздник такой, который травничек печёт. Отвали. – Слышь, Вер, Вер, замочишь новеньким? – Блин, а чё, виновата, что он отстой? – Блин, а чей виновата, что он отстой? – Замути, ну клёво будет, замути, правда. – Замути, примути потом. – Вер, я решила, тебе нужен молодой человек, замути. – Короче, посмотрю, как на тебя Лёха с десятого смотрит. – Как запах? – Как ты вообще можешь это есть, чувак? – А чё? – А чё, нормально? Да, на колявую уксус сладкий. Горяй, приятного аппетита! – Кушай, кушай, кушай. А то силы не будет. – Не надо. – Девочки слабых не любят. – Какие девочки? Мам, физика. – Эй… – Кушай, кушай. – Я чё-то не понял, а почему козявка сегодня нашла? – Если я тебе простораться и приду, я не знаю. – В кухню. – Колебательные движения широко распространены в окружающей нас жизни. Примерами колебательных движений… Девочки, пишем. Примерами… Так. Дятлов, давай иди за мелом. Примерами колебательных движений… Оля! Оля! Убирай! Примерами колебательных движений могут служить такие движения, как движение швейной иглы от машинки, качели… Движение… Исаев… Надо делать плавнее. Это уже, знаешь, не движение колебательное, это уже какая-то конвульсия у тебя получилась. Так. Итак. Тракте видов. Я не могу… Королев, ты так смеешься, как будто ты о колебательных движениях, ну, знаешь, ну просто все. Я уверена, что не все. Вы о чем сейчас говорите вообще? Доброе утро, молодой человек. У нас физика, я не знаю, как ваша фамилия. Кефанов. Очень приятно. Мне показалось, вы про секс говорили, намекали, что у вас большой опыт. Встань, пожалуйста, и выйди из класса. Хорошо. До свидания. Наталья Николаевна, да вы не обращайте внимания, туповат парнишка. Ну, да, если он такой туповат, почему его в «Б» не записали, почему он сидит в нашем классе? Не знаю. Тимур, ну сколько это может продолжаться? Ты где летаешь? Не полетаю. Повтори, пожалуйста, все, что мы сейчас прошли. Во сне. Тишина. Ну, колебательные движения. Ну, своими словами, давай, как ты это понял? Можно я на следующем уроке? Нет, нельзя. Как обычно. Так, ну что ты такой тупой? Я не могу… Включи, пожалуйста, логику. Ты можешь включить воображение? Это элементарно, это самая простая тема в этой четверти. Я не могу. Не знаю. Котлетки, котлетки походу не стрелись. Слышь, может правда блестит? Наверняка, блин.